Добро пожаловать в новый видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить полезные видео. Сегодня мы с вами будем говорить про создание ремиксов. Многие задают вопрос мне, как создать ремикс. И думают, что создание ремиксов чем-то принципиально отличается от создания трека. На самом деле, ремикс и трек пишутся абсолютно одинаково с технической точки зрения. Разница только, так скажем, в правах. То есть, если вы, например, взяли вокал из чужого трека, из чужой песни, и сделали, скажем так, трек с этой самой акапеллой, то у вас получается ремикс. Ну или, как еще иногда говорят, бутлег. Это неофициальный ремикс. А если вы взяли и заменили этот, например, вокал на свой собственный, причем с другим текстом, и вообще у вас другой голос, другой вокал, то это получается уже авторский трек. Хотя аранжировка может быть та же самая, и сведение может быть то же самое, то есть все то же самое. Вот и вся разница. Но возникает, конечно же, вопрос. Если я хочу сделать ремикс на какой-то трек, как это вообще осуществить? В идеальных условиях, в таких фантастических, вам нужно написать, безусловно, автору оригинала и сказать «Добрый день, хочу сделать на вас ремикс». И, собственно, он, этот человек, если он согласен в том, чтобы вы сделали на его композицию ремикс, он вам отсылает аудиодорожки своего оригинального трека, то есть отдельно вокал, который он записал где-то на студии, там мелодию, если она необходима, ну и какие-то отдельные там дорожки, например, каких-то партий, не знаю, гитары, если она очень важна в оригинальном треке. И вы делаете ремикс. Но это вот такие идеальные условия, которые являются утопией, потому что все хотят делать ремиксы на популярные треки, а если вы напишите, не знаю, Элтону Джону или на кого вы хотите делать ремикс, или Армину Ван Бюрону, то есть вероятность, что он вам откажет и вообще, в принципе, даже не ответит на ваше сообщение. Тогда, если так получилось, мы берем дело в свои руки и пользуемся искусственным интеллектом, который в последнее время очень сильно развивается. Мы заходим на такой сайт, он не единственный в своем роде, вы можете просто вбить в гугле или в любом другом поисковике, удалить или вырезать вокал из трека, вам выдаст кучу сайтов. Я рекомендую вот этот сайт, он мне лично нравится, работает он достаточно хорошо. Кроме того, сразу забегая чуть вперед, здесь есть еще такая функция сплиттер, которая позволяет отделить не только вокал и музыку, то есть отдельно у вас будет минус бит и отдельно вокал, но еще и разделить это все на составляющие, где у вас будет бас и ударный. Это вообще супер круто и искусственный интеллект реально научился это делать достаточно хорошо. То есть у вас может быть отдельно партия бас и партия ударных, из которой вы тоже можете что-то сделать и микшировать. Ну а мы будем пока что пользоваться простым вариантом, нам нужно, допустим, вырезать вокал из трека. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Немного ждем и у нас появляется отдельно музыка, то есть отдельно минус бит и отдельно вокал. Нас интересует вокал. Мы можем его здесь прослушать, но можем сразу скачать. Нажимаем «Сохранить» и выбираем, что нам нужно скачать. Либо сразу все, либо вокал. В данном случае только вокал. Затем мы этот вокал перетаскиваем непосредственно в Logic. И вот он у нас здесь появился. Давайте прослушаем, как он звучит. На самом деле так и должно быть. Если вы знаете эту песню, то в самом начале вокал выходит из-под фильтра. Безусловно, система не работает идеально. Это нужно тоже понимать. Чем лучше слышно в треке вокал, чем более он громкий и четкий, тем лучше будет этот вокал вырезан. Если вы берете, не знаю, какой-нибудь оплифтинг транс, где куча звуков, где все очень плотно, где все и особенно вокал очень, что называется, глубоко посаженный, тогда, конечно, там, скорее всего, корректно этого не будет вырезано. Но чаще всего мы делаем все-таки ремиксы на какие-то популярные коммерческие треки, а там вокал очень громкий. И там он вырезается достаточно хорошо. Кроме того, очень важный момент, что, в принципе, для написания ремикса такого вокала вполне достаточно, потому что все равно там будет еще обработка какая-то. И в целом это, на самом деле, вполне себе нормально и вполне себе вариант. Вот и все. Вы можете задать вопрос, и что, а дальше-то что? И что, ремиксы все и готов? Ребят, дальше вы берете и пишете просто обычный трек, как обычно. Вы делаете какие-то мелодии, придумываете, подбираете аккордовую прогрессию, делаете основную лидирующую мелодию. Единственное, что нужно понимать, в какой тональности сделан трек. Но даже здесь нам этот сайт помогает понять, а какой, во-первых, темп у оригинального трека, в данном случае 124 bpm, и какой ключ, ну, это тональность, да, фа мажор. И вы подбираете аккорды, подбираете мелодию в тональности фа мажор. Если вы не знаете, что такое тональности, что такое вообще фа мажор, то, безусловно, вам нужно к нам на курс по музыкальной теории. У нас такой есть, поэтому очень рекомендую его посмотреть. Также на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть отдельные ролики по муз-теории. Они тоже будут вам полезны, но общую картинку, безусловно, вам даст курс. Также отдельно я расскажу в другом уже видео на нашем YouTube-канале, как подогнать, например, темп этого вокала под другой темп. То есть, если темп этого вокала 124, а я хочу написать ремикс, например, в темпе 140, как мне это сделать? Это я расскажу в следующем видео. В остальном, повторюсь, ремиксы пишутся точно так же, как и обычные треки. Ничего здесь сложного, никаких секретов нет. На этом все. На сегодня с вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. До новых встреч!